Ренессанс по Гарсии Лорке Оживают и те, о ком говорят и мечтают женщины в черном. Двое актеров Синчуринского театра Артем Пескунов и Зульфат Закиров создают символы метафоры о несбыточных мечтах и попутно читают стихотворение Федерико Гарсии Лорке. Мы ведем мысли этих женщин, если прямо говорить, что у них в голове творится, мы их мысли, мы их озвучиваем. Мы их провоцируем на некоторые действия, так и давал нам установку режиссер Решмол Гареевич. В постановке 2015 года встречаются актрисы нескольких поколений. Есть и те, кто уже пропустил через себя образ дочери Бернарды Альбы в предыдущем спектакле. Почему они говорят низким тембром? Они говорят очень темпераментно, это южные люди и у них всегда какой-то идет рык животный изнутри. Может быть, вот это вот их какой-то южный темперамент, мы пытались его приобрести. Но режиссер сказал, что мы не играем испанских женщин, мы играем вот эту ситуацию, которая происходит в доме Бернарды Альбы, которая могла бы сложиться как в испанской деревне, так и в татарской и в других. Для профессиональных актрис любого возраста это еще одна попытка показать себя во всей красе. Когда-то в Казанском театральном училище, в учебном театре показывали дом Бернарды Альбы, это было своеобразным экзаменом на профпригодность. История прямолинейная и тиражируемая во всем мире, интересна из точки зрения погружения в чужую ментальность. Девушки из четвертого курса татарской драмы в театральном училище Казани играют сочно, азартно, используя и природную, и народную мощь, несмотря на различия фактуре. Спектакль про тиранку мать и томление плоти будет актуален во все времена и на любом языке. Человек без свободы по неволе сходит с ума и становится затворником собственных желаний. Знакомая история, не так ли?